Рзич с Посполита, Польша, кризис может изменить Украину Джигож Балавинлер Рзич с Посполита, Польша 28 апреля 2020 года Интервью с бывшим руководителем украинских железных дорог и польской грузовой железнодорожной компании ПКП Чарга, а также лидером музыкальной группы Хеме Вайчихом Балчуном, Уэчич Балчзун Рзич с Посполита, пандемия нанесла по Украине серьезный удар Как вы оцениваете ситуацию в этой стране? Вайчих Балчун, она очень сложна в экономическом и в политическом плане, подходит к концу первый год президентства Зеленского Большинство украинцев возлагали на него огромные надежды, но его рейтинг выглядит сейчас не так оптимистично, как в начале Динамично выглядит ситуация с правительством, переустройством государства Зеленский говорил, что он будет бороться с олигархической системой, но победить ее до сих пор не удалось Сейчас все ожидают, что на пост вице-премьера по вопросам реформ назначит Михаила Саакашвили, с которым воевал Петр Порошенко Эта фигура вызывает много эмоций, но одновременно выступает символом бескомпромиссного реформаторства Он предстает человеком, который вел борьбу с олигархическими структурами и коррупцией, хотел внедрить новые стандарты В Грузии он преуспел Президент Зеленский понимает, что если ему не удастся изменить принципы функционирования государства, он утратит популярность Мы будем внимательно следить за ситуацией, поскольку все, что происходит на Украине, оказывает влияние на Польшу Это стратегическое звено, связанное с геополитической отчасти экономической безопасностью Польши Вместо экономического роста и преодоления кризиса, которых все ожидали, на горизонте появилась перспектива рецессии Готова ли к ней Украина? В последние годы экономический рост был, но общество ждало большего Люди чувствовали, что существующая система несправедлива, что она удобна в первую очередь для олигархических структур Это общественное недовольство позволило Зеленскому прийти к власти К сожалению, коронавирус может нанести по украинской экономике серьезный удар Пока там старается работать в относительно нормальном режиме, но границы закрыты Некоторые города отрезаны от всей остальной страны Известно также, в каком состоянии находится украинская служба здравоохранения Все эти вещи будут оказывать крайне негативное воздействие на экономику и настроение в обществе Есть вероятность, что вновь разразится серьезный кризис, причем не только экономический Кризис может стать импульсом для проведения радикальных экономических реформ и ограничения влияния олигархов Я выступаю живым свидетельством того, как все функционирует на Украине Победив в международном конкурсе на замещение должности руководителя украинских железных дорог Я считал, что моей задачей станет реформирование компании, что от меня будут требовать именно этого Как оказалось, моя задача состояла в том, чтобы успокаивать общественность, демонстрировать открытость и якобы существующие намерения в отношении международных финансовых организаций Подразумевалось, что сама система продолжит существовать дальше в исходном виде Разумеется, каждая кризисная ситуация может подтолкнуть к изменениям Идея пригласить Михаила Саакашвили может свидетельствовать о том, что президент хочет пойти на решительные шаги и использовать кризис Страна разделена между разными структурами, которые оказывают влияние на целые секторы экономики и самые крупные компании Возможно, кризис даст шанс что-то изменить, хотя Украина – специфическое государство, которое находится в сложном положении, в том числе в геополитическом плане Конфликт на востоке страны продолжается В ближайшие дни планируется провести онлайн-заседание в нормандском формате, на котором будет обсуждаться эта тематика Продолжается дискуссия о влиянии России Регулярно появляются новости о задержании реальных или мнимых российских агентов Тот котел продолжает бурлить Я болею за Украину, ведь она обладает огромным экономическим потенциалом, который может стать движущей силой для польской экономики Это не только работники, но и большой потенциальный рынок Как выглядят сейчас польско-украинские отношения? Из-за пандемии они находятся в замороженном состоянии, приостановлено перемещение людей, а это влияет на товарообороты и экономические процессы Я помогаю некоторым компаниям на Украине, но сейчас не могу туда поехать Грузоперевозки, в свою очередь, не пострадали Пандемия коронавируса накладывает отпечаток на всю мировую экономику Сложно было бы ожидать, что она не повлияет на польско-украинские отношения Появляются сигналы, что часть работников с Украины, которые вернулись домой на волны, связанные с ЧВИД-19 истерии, раздумывают о возвращении в Польшу Они знают, что у нас более стабильная ситуация и привлекательные условия труда Пандемия на Украине развивается быстрее, чем в Польше Заболеваемость растет пропорционально, но не следует забывать о состоянии украинской системы здравоохранения Последствия пандемии могут оказаться для Украины гораздо более серьезными, чем для Польши Там введены какие-то карантинные меры На Украине, как и в других странах, ввели режим самоизоляции и ограничили перемещение граждан, а также обязали их носить маски Некоторые города физически отрезаны от остальной страны На выезд и въезд нужно получать специальное разрешение В некоторых сферах принятые меры гораздо жестче польских Осложнилось ли положение польских компаний, которые инвестировали на Украине Бизнес стараются удержать на плаву Некоторые фирмы перешли на удаленный режим работы Некоторые пытаются функционировать нормально Я веду сотрудничество с предприятием железнодорожных и инженерных работ Тракция Тракция Прки, которая специализируется на модернизации железнодорожной и дорожной инфраструктуры У нее есть дочерняя компания на Украине Самый масштабный за всю историю стран и план по ремонту всей дорожной сети, который анонсировал президент Остается в силе Возможно, сроки завершения некоторых инвестиций передвинут, чтобы растянуть во времени финансирование Но украинцы стараются не приостанавливать этот процесс А компании – нормально работать На Украине принимают аналогичные польским антикризисные меры Продолжается борьба за то, чтобы сохранить всю систему Украина зависит от внешнего финансирования Она ведет переговоры с Международным валютным фондом, рассчитывает на финансовую поддержку Евросоюза Речь идет о сумме в миллиард евро, а, возможно, больше Национальный банк Украины борется за стабильность курса гривны, который в последнее время сильно колебался Я не уверен, утвержден ли какой-то общий украинский план поддержки экономики с элементами помощи фирмам, которые лишились возможности работать Некие шаги, разумеется, предпринимаются, но они имеют точечный характер и касаются отдельных секторов Важно также, получит ли компания реальный доступ к этим программам, что в первую очередь препятствует функционированию бизнеса на Украине Эти препятствия не имеют отношения к коронавирусу, он только создал дополнительные проблемы Главные сдерживающие факторы – это крайне непрозрачная правовая система Отсутствие возможности опереться на нормальные суды, вездесущая коррупция, влияние олигархов Нам в Польше сложно себе это в полной мере вообразить У нас были люди, которые извлекли выгоды с преобразований, начавшихся после 1989 года И сколотили огромное состояние, но не возникло такой олигархической системы, как функционирует на Востоке Олигархи контролируют там целые секторы экономики Там нет свободного рынка, возможностей для конкуренции и нормального функционирования От конкурентов по бизнесу избавляются всеми возможными способами В этих целях используется целая система репрессий, государственные аппараты отчасти СМИ, которые работают совсем не так, как у нас Вести нормальную предпринимательскую деятельность очень сложно Ситуация, однако, постепенно меняется под влиянием внутреннего и международного давления Украинцы все лучше осознают, какие недостатки имеют работающие у них механизмы Великий исход украинцев в Польшу и другие страны позволил им увидеть, что можно жить несколько иначе Они возвращаются, рассказывают об увиденном, в обществе появляется желание перемен К сожалению, изменения внедряются очень медленно, что видно по количеству иностранных компаний, инвесторующих на Украине Конечно, они есть, но их количество относительно невелико В основном это компании из отдаленных от нас стран, умеющие адаптироваться к сложным условиям Неплохо идут дела на Украине у турецких фирм, там присутствуют также китайцы, которые ищут новые возможности Вы выступаете в музыкальной группе Хемия Сейчас из-за коронавируса устраивать концерты невозможно Вы откажетесь от этой деятельности, человек рождается артистом, а не решает, что будет этим заниматься, от такой деятельности невозможно отказаться Конечно, у представителей художественных кругов возникли проблемы Люди искусства внезапно потеряли источник доходов Мои коллеги по группе занимаются только музыкой, поэтому они оказались в сложной финансовой ситуации В Польше в этих кругах, возможно, за исключением самых крупных звезд, нет людей с несметными богатствами Те, кто занимается искусством, часто не имеют сбережений, живут одним днем Говорят, что немецкое правительство в период действия карантинных мер будет выплачивать деятелям культуры 5000 евро в месяц, чтобы они могли выжить Без культуры государство существовать не может, это одно из явлений, объединяющих общество Представители польских художественных кругов тоже ждут поддержки от государства, но прогнозы выглядят не слишком оптимистично Пока никаких концертов нет, а как будет выглядеть рынок после пандемии, сказать сложно Возможно, появятся совершенно новые модели функционирования, не будет больше концертов на несколько десятков тысяч зрителей Нам придется приспосабливаться к новым реалиям Наша группа не прекратила деятельность, а, наоборот, ее активизировала В мае мы выпустим первый сингл, который мы записали еще до пандемии Это будет наше первое новое произведение за пять лет Диск записывался в Лондоне Мы не будем ждать лучших времен, ведь неизвестно, когда они наступят, и наступят ли А сразу покажем то, что сделали, нашим поклонникам Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ